Здравствуйте, добро пожаловать на канал, с вами Юлия Лысенко. Сегодняшний выпуск будет о том, как построить инвестиционный портфель недвижимости, на что обращать внимание, когда вы выбираете объекты по недвижимости и как выбирать арендаторов. Также я поделюсь своим опытом, который я набрала на протяжении многих лет, и как я строю свой инвестиционный портфель. Какой у меня есть опыт? Я раньше работала на компанию, где мы подбирали инвесторам объекты по недвижимости, мы сдавали арендаторам и также управляли недвижимостью. У нас было 160 юнитов, которые мы имели в управлении. Также у меня есть свои объекты по недвижимости, их всего 9, но 3 из которых я использую для личного пользования, а 6 из них я в данный момент сдаю. Поэтому всем опытом, что я приобрела, поделюсь с вами. Надеюсь, вам поможет правильно построить ваш инвестиционный портфель и еще важнее, правильнее выбирать арендаторов. Так что, если интересно, продолжайте смотреть. Когда инвестор вкладывает деньги в недвижимость, в принципе, и в любое другое инвестирование, он хочет заработать по максимуму. Я являюсь не исключением. Но, когда я выбираю объекты по недвижимости, я отношусь к этому не только заработать по максимуму, но у меня немножко другой стиль вкладывания денег. Я отношусь к этому очень консервативно. Я понимаю, что это инвестирование на долгий срок. Вкладываю деньги в недвижимость для пассивного дохода. И я хочу знать, что я эту недвижимость сдам консервативно, надежно, хорошим арендаторам. Дальше я вам расскажу, что я имею в виду. Когда инвестор решает, какую недвижимость инвестировать, у него, конечно, большой выбор недвижимости. В этом отношении, что я могу порекомендовать, это вкладывать деньги в качественную недвижимость и ходовую недвижимость. Что я имею в виду? Качественную это хотя бы в среднем районе, чтобы вы могли ее сдать среднему классу населения. В основном в Америке средний класс, особенно в штате Флориды. И вы хотите найти каких-то арендаторов, у кого есть хороший кредитный рейтинг, у кого есть высокий шанс, что они будут вам платить за аренду, а когда они решат выехать, они выйдут и оставят недвижимость в оригинальном состоянии. Потому что иногда перед инвестором стоит такой выбор. Вложить деньги в недорогую недвижимость, она там может быть 100-150 тысяч долларов, а рент, на нее можно заработать 2000 долларов, но это на бумаге. В реальной жизни это практически невозможно. Почему? Потому что если вы покупаете недорогую, дешевую недвижимость, то это, как правило, плохой район. Если это плохой район, то практически нет шанса, что вы найдете качественного арендатора. Скорее всего, нужно будет выбирать арендатора с низким кредитным рейтингом и, возможно, даже с плохим криминальным прошлым. Тем самым у вас высокий шанс, что они вам будут делать платежи с запозданием или вообще какие-то платежи не будут делать, и вам всегда надо будет переживать, заплатили, заплатят или нет. И высокий шанс, что, ну, может, невысокий, но шанс точно есть, что когда они съедут, недвижимость оставят в плохом состоянии. То есть на бумаге выглядит классно, в реальной жизни не очень. Поэтому вот если хотите более консервативный подход к недвижимости, я всегда рекомендую, выбирайте хотя бы в среднем районе недвижимость. Она будет у вас издаваться, и у вас будет шанс найти хорошего арендатора с хотя бы средним кредитным рейтингом, точно с чистым криминальным прошлым. Они вам будут вовремя платить, скорее всего, будут там долго жить, и ваша недвижимость будет расти в цене. Потому что еще один минус, покупайте в плохом районе, что недвижимость очень мало растет в цене, а то и вообще не растет. Когда я вкладываю деньги в недвижимость, я смотрю на долгий срок. Я знаю, что есть какие-то исключения, флипы, когда вы купили, сделали ремонт, перепродали, но это не мой стиль. Я более такой, как я вам сказала, консервативный и смотрю на будущее пассивного дохода. То есть не сейчас, а в будущее. Конечно, хорошо, когда можно и сейчас заработать, но у меня в основном мои инвестирования с ипотекой, поэтому я смотрю на будущее. Когда вы выбираете арендатора, очень важно сделать тщательную проверку изначально, потому что это, в принципе, ваш единственный шанс предугадать, что у вас все будет гладко, и вы будете получать аренду вовремя. Поэтому с самого начала вы запрашиваете, чтобы вам предоставили, конечно, копию удостоверения личности, как правило, это driving license, и доказательство, что человек получает какой-то доход. Конечно, бывает исключение, человек не получает доход, у него, может быть, нет стандартного традиционного дохода. Тогда можно запросить выписок из банка, bank statement, показать, что есть деньги на счету, в зависимости от ситуации, может быть, даже ситуация более уникальная, где вы, может, запросите дополнительный платеж, дополнительный security deposit, или, может, последний месяц. Ну, все зависит от ситуации. Дальше вы смотрите на кредитную историю этого человека, на кредитный рейтинг, смотрите, если у него какие-то были криминальные прошлые, смотрите, если были какие-то evictions, то есть, если их выселяли с других апартментов, с других домов, вот тут, конечно, допустим, у меня, если я видела, что хоть когда-то, неважно, когда был eviction, там просто нету никакой negotiation, это уже сразу no. Вы уже можете сделать решение, подходит вам этот арендатор или нет. В принципе, всю эту проверку вы можете сделать сами. Есть такие веб-сайты, я оставлю в описании видео, веб-сайт, где я зарегистрирована, где я проверяю своих арендаторов. Там показано, даже если у них какие-то были тикеты за спидинг, вы все там увидите. Ну, если хотите, вы, конечно, всегда можете нанять real estate агента, который вам сдаст, найдет тенанта, сделает проверку, подпишет контракт. Что еще тоже очень важно, не поживи денег на контракт полноценный, чтобы там все было прописано. Когда у вас есть хорошая проверка, хороший контракт, то тогда, в принципе, можно спать спокойно и уже в будущем подумывать о другом объекте по недвижимости. Также, когда я выбираю объекты по недвижимости, все, что у меня есть, я сдаю на длительный срок. Минимум 12 месяцев. Почему? Потому что я не хочу, у меня нет времени, ни желания активно принимать участие в сдаче домов. Я хочу сдать и в лучшем случае про него забыть, чтобы тенанты платили раз в месяц и по возможности вообще ничего не слышать, ну, или совсем по минимуму. Поэтому у меня вот такой вот стиль сдачи. Я знаю, что у некоторых стиль сдачи сдавать на короткий срок, тем самым вы потенциально можете больше заработать, но, конечно, вы уже будете более активно принимать участие в том, чтобы сдавать этот юнит. Даже если вы наймете property management компания, которая вам будет сдавать, имейте в виду, что у вас там будут больше затраты на управление недвижимостью, но все равно, как ни крутись, вам все равно надо будет более активное участие принимать в сдаче недвижимости, если объект на короткий срок. И вот еще важный момент, когда инвестор решает купить, инвестировать в недвижимость, то в первую очередь нужно решить, хотите вы на короткий срок или хотите на длительный срок, потому что от этого будет зависеть ценовой диапазон и где искать недвижимость. Достаточно мало объектов по недвижимости, где можно сдавать на короткий срок. Да, конечно, есть определенные города, где там больше возможностей, вот, допустим, Орланды, Киссиме, там очень много возможностей сдавать на короткий срок, но есть районы и города, особенно, вот, допустим, Тампабей, тут очень мало районов, где можно сдавать на короткий срок. Также инвестор решает, вкладывать свои деньги в инвестирование по недвижимости, если, конечно, есть такая возможность, или занимает деньги у банка. И это, соответственно, будет определять, какой возврат на инвестирование инвестор будет получать. Естественно, если инвестор вкладывает свои деньги в недвижимость, то он сразу ожидает, что у него какой-то будет возврат на инвестирование. Если он пользуется деньгами банка, то это, в принципе, как финансирование вашего будущего, я бы так назвала, потому что, ну, это, в принципе, не ваши деньги. Да, вы вкладываете 20-25% в инвестирование, но кто-то другой платит за ваш ипотечный платеж, и это, в принципе, и все на данный момент, до того момента, как эта недвижимость выплатится. А тогда вы уже будете подсчитывать и зарабатывать деньги на инвестирование. Потому что, когда вы занимаете деньги у банка, как правило, это в зависимости, конечно, под какую ставку вы занимаете, правило это работает так, что платеж за рент покрывает ваш ипотечный платеж. Да, когда ставки низкие, может быть, у вас там несколько сотен останется. Когда ставки, как вот сейчас, да, 7-7, 7,5% от 2022 год, то тут уже вы хорошо, если будет break-even, то есть по нулям, а иногда даже вам надо будет там 200-300 долларов добавить. Но причина, почему ставки такие высокие, это потому что одна из самых первых причин, потому что это высокая инфляция. Естественно, для некоторых инвесторов есть возможности, куда положить деньги, вложить деньги, чтобы они не обесценивались. Да, у некоторых есть возможность вложить в маркет, в сток-маркет, может, они знают, как это делать, хотя сейчас тоже там уникальная ситуация. Может быть, они могут вложить в свой бизнес, да. А если нету опций, то, конечно, для многих инвесторов инвестирование в недвижимость остается хорошим вариантом, потому что, ну, как минимум, вы там деньги не потеряете, если вы вкладываете деньги на долгосрочный период. И пропорти, которые вот я сейчас даю, шесть, только одну из них я купила за наличные, все остальные я взяла ипотеку. И, в принципе, когда я искала объект по недвижимости, я искала, чтобы, ну, хотя бы было бы break-even, как минимум, да, я не хотела добавлять деньги сверху, но, в принципе, тогда не было такой высокой инфляции, как сейчас. И знала, что в будущем оплата за рент увеличится, ипотечный платеж останется таким, ну, может, он немножечко повысится, если налоги на недвижимость повысятся, но знала, что точно за рент каждый год он увеличивается. Приведу вам даже пример одного из объектов, который я купила в 2013 году. Он стоил 165 тысяч. Я знаю, что некоторые скажут, что тогда были совершенно другие цены. Да, были другие цены, но не об этом. В то время мой ипотечный платеж был где-то 1200. Сейчас он 1400, потому что за 10 лет увеличились налоги на недвижимость. Я сдала эту недвижимость за 1350. То есть у меня всего лишь 150 долларов было сверху. Ну, практически ничего, да, очень маленькие. Хотя тогда были ставки 5%, я занимала под 5%. Сейчас 10 лет прошло, у меня живут там третьи тенанты, то есть каждые 3 года у меня менялись тенанты. И сейчас они мне платят 2000 долларов. Хотя я знаю, что если я поставлю это property на market, я их могу даже сдать за 2300-2400. Но они уже там четвертый год у меня платят, и я как бы им совсем понемножку увеличиваю. Но смысл какой? То, что в начале у меня рент был всего лишь 1300, а сейчас уже 2000 долларов. А платеж остался таким же. Ну, конечно, плюс еще то, что недвижимость выросла в цене. За 10 лет многое могло случиться, могла недвижимость и упасть в цене. Но если опять же держать недвижимость на долгий срок, то она всегда поднимется. Поэтому вот я всегда говорю, когда покупаете недвижимость, имейте долгосрочный, как бы, горизонт вкладывания денег. И вы никогда не потеряете деньги, если вам не нужно будет продавать недвижимость, если она когда-то упадет в цене. А последние 10 лет все, что она делала, это увеличивалось. Если вы один из тех, кто хочет построить инвестиционный портфель недвижимости для будущего, для пассивного дохода, то не бойтесь, начинайте. Начинайте с одной недвижимости. Не переживайте за то, что как построить с 10, 20, 50 недвижимости. Начните с одной. Потом со временем накопите на первоначальный взнос, на вторую, на третью. И так со временем оно у вас и наберется, какой-то портфель. Ну, нужно где-то начинать, а как правило, это первая пропорти. Я помню, когда я свою первую пропорти купила, я переживала. Ипотека, я еще тогда думала, как же ж первая ипотека, это такая большая ответственность. Ну, на самом деле, со временем привыкла, особенно после того, как увидела, что арендаторы, в принципе, платят за мою ипотеку. А 10 лет прошло, и думаю, какое я сделала хорошее решение, потому что со временем эта недвижимость будет мне предоставлять пассивный доход. И когда-то в будущем, если я решу ее продать и получить наличные, из этих наличных жить и много не работать, я смогу это сделать. Здесь эти знания и опыт, которые я вам передала, помогут вам правильно выбрать арендатора. Если у вас есть какие-то другие мнения, мы, может, согласны, не согласны, или у вас какие-то есть вопросы, оставляйте в комментариях. Я все просматриваю, на все вопросы отвечаю. Спасибо за просмотр, до следующих встреч, до свидания, Юлия Лысенко.